Всем хай! С вами Юджин, и сегодня, друзья, мы с вами будем играть в игру, про которую вы так часто писали в комментариях. Voices of the Void. Игра, которая, как поговорим, вызывает настолько ужасающее чувство ужаса, что вы ужаснетесь вместе со мной сегодня. Я хочу небольшое отступление сделать, я переехал только что в новую студию, наконец-таки собрал весь свой сет, и теперь вот записываю первый видос в новом месте, надеюсь, это будет новым витком моего творческого развития. Здесь будет очень много всего сниматься, помимо летсплеев еще будут всякие другие, мои короткометражки, и шорты, и майки, и футболки, и носки, все подряд. И как-то так совпало, что в то же время мы с вами переезжаем в нашу новую студию в игре, где мы будем исследовать таинственные сигналы из космоса. Я уже прошел туториал этой игры, чтобы немножко понимать, что нужно делать, и давайте попробуем поиграть в историю сначала. А, и еще забыл сказать вам, что, видите, игра на русском языке, я скачал русификатор от чувака, ютюбера, он сделал это все сам самостоятельно, я показываю пальцами вниз, это означает, что вам нужно перейти по ссылке в описании, чтобы скачать этот русификатор. Заодно вы перейдете сразу на канал к этому чуваку, вы можете написать ему спасибо, русификатор, и так далее. И я вам говорю спасибо большое, что выкатил его бесплатно, и это очень сильно помог, потому что в игре очень много информации, которую я бы очень задолбался переводить, так что благодарю тебя. Итак, у нас есть чемодан с нашим барахлом. А куда мы приехали? Мы вот отсюда, видимо, приехали. Давайте соберем недостаточно места держать, хотя будем держать. Окей, там, видимо, очень много всего, что даже в мой инвентарь не помещается. У меня, видите, 10 слотов. У нас есть фонарик. И слышите? Звуки такие, как будто бы мы играем в первый Half-Life, как будто бы этот бежок Source, но это не Source нифига. Итак, мы видим антенны огромные, направленные в бескрайние просторы космоса. Господи, если эта игра будет вызывать во мне космический хоррор, я буду в восторге. Я буду в ужасе и в восторге. Сейчас уже пол первого ночи, когда я записываю это видео, и я, кажется, готов как следует настриматься. Кстати, мы можем бегать, что это я. Сейчас моя фантазия разыграется, мне кажется, настолько сильно, как она обычно это любит делать. Особенно если игра способствует этому. Почему-то мы сразу слышим этот гул странный, который не свойственен для леса. Может быть, это гудят так вышки, хотя они довольно-таки далеко от меня, что это просто столб и указатели. Итак, врата, база, виски! Нет, нам, наверное, нужна база сначала, виски это потом. Когда мы обустроимся, когда мы все сделаем, найдем пару страшных сообщений из космоса и только тогда выпьем. Выпьем, чтобы встретить конец, который светит человечеству неминуемо, как много антенн. Неужели один человек нужен для того, чтобы контролировать все эти базы, все эти системы? Так, мы можем подниматься на них. Честно говорю, я не знаю, что получится из этого летсплея. Вы много писали о нем. Я не знаю, что игра... Опа, бургер! Вот что получится. Бургер. Стижение. Мы даже достижение. Давайте собираем бургер. Ой, я сожрал его? Я вот чуть не откусил. Ну, типа, бургер, возможно, еще свежий, поэтому я откусил сразу, чтобы потом, когда он остынет, я уже не парился. Итак, об этой игре, кстати говоря, есть стамина. Есть еда. Слушайте, все больше и больше звуков. Так, очень огромная территория. Короче, я сказал, что я не знаю, что получится из этого летсплея. Я надеюсь, что вам понравится. Надеюсь, что мне понравится. И можете сейчас прям поставить лайк, либо дождаться, пока видео закончится, и поставить лайк уже потом. Чтобы мы понимали, будем ли мы с вами играть вместе в нее. Потому что, нравится мне или нет, я все-таки хочу, чтобы мы с вами вместе круто проводили время в ней. Итак, у нас тут есть очередной перекресток и другие указатели. База, Джулиетт, Инди, Отел, Виски. Скорее всего, это название башен. У башен есть имена. Прикольно, это интересно. Как будто бы ты начинаешь к ним относиться, как к живым персонажам. Если будет какая-нибудь башня, Виски сломается, я буду гревать. Это ручей, видимо, рядом. Что это? Используй для просмотра содержимого. Здесь ничего нету. Окей. Мусор. Мусор. Нахрен. Тут есть еда. Это, видимо, кто-то до меня. Кабул. О, а вон ручей. Посмотри на него. Кучей будет успокаивать нас, когда мы будем всякие страшные вещи слышать. Надо давать. Опа, записочка. Ой. Уронил, извините. Пароль 1111. Окей, хорошо. 1111. Все. Можем пройти на базу. Какой срач! Почему никто не подготовил базу к моему прибытию? Оп. Блин, свет не работает. А вот и наша рабочая станция. Какая она всратая. Не совсем понимаю, что эта игра хочет нам... Какой геймплей она хочет нам показать. Мы будем играть в симулятор жизни просто на такой базе, где, помимо всего прочего, помимо уборки, мы будем с вами еще и ловить инопланетные сигналы стрёмные. Ой, блин, как здесь надо много прибираться. И куда это все скидывать? Вы намекаете, что я должен это все скинуть в ручей? Ладно, давайте активировать. Здесь мы можем апгрейдить с вами наш компьютер и всю нашу систему в целом. Здесь улучшение модулей. Давайте на почту посмотрим. Здорово. Здравствуйте, я доктор Бао. Я буду отвечать за выполнение ваших ежедневных заданий. Кратце. В начале каждого дня я буду просить вас выполнить одно быстрое задание. Во-первых, я буду запрашивать определенное количество дисков. Это могут быть диски от нулевого до третьего уровня. Однако я понимаю вашу ситуацию и не буду запрашивать диски, которые вы не сможете предоставить. Второе задание, которое я попрошу вас выполнить, это простая проверка спутника. Подойдите к спутнику, наберите на сервере svhash и запишите сервер и номер в заметке. Например, браво лля. После этого прикрепите ее к крышке коробки с дисками и отправьте вместе с дроном. Я оставил на столе небольшой блокнот, из которого вы сможете вырвать несколько страниц для записи. Как обычно, вы получите приятный бонус видеочков, если выполните эти задания для меня. Хорошего дня и ночи, где бы вы ни находились, доктор Бао. В смысле, где бы ни... Я здесь нахожусь, на базе. Профессор Лея. Добро пожаловать на твою новую работу, доктор Келл. Мое имя Лея, твой главный руководитель. Вероятно, ты получишь период времени на обучение. Но я периодически буду напоминать, какая у тебя работа и чем ты занимаешься. Скоро твоя работа будет заключаться в сканировании неба на аномальные сигналы. Это твоя главная задача. Блин, представляете? Представляете? Возможно, наверняка есть базы. Та же зона 51 наверняка работает в эту сторону. Она посылает запросы и ищет странные сигналы, о которых нам, людям, не говорят, чтобы не вызывать панику, которая сейчас скоро будет вызывать эта игра у нас. Ты будешь получать награду за каждый диск. Если ты будешь обрабатывать сигнал, повышая его уровень, ты получишь больше очков. Следующей задачей будет наблюдение за состоянием больших спутниковых тарелок. Точнее, за их серверами, их калибров. Ты можешь рекалибрировать спутниковые тарелки через терминал, но если она отключится, тебе надо будет включить ее вручную. Сервера располагаются внутри спутниковых тарелок. Так вот, я думаю, ядерный реактор не реализуем. Тебе не стоит беспокоиться об этом. Собирай сигналы, обрабатывай, продавай их на нас, люди за спутниковыми тарелками. На этом все. Удачи, профессор. У нас есть камеры, которые отключены. Есть фотки, которых нет. Еще достижения. Бургер. Найти все куриные бургеры. Ааа. Мы можем покупать себе диски за очки. Хорошо, у нас есть модули, сигналы и, собственно, наша с вами апгрейдная станция, где мы будем все апгрейдить. Окей. Хорошо. Мы здесь, видимо, ничего не должны делать. Давайте выполним первую задачу, которую нам сказали. СВ-хэш нужно внести, ввести на сервере каждого спутника. Значит, в первую очередь мы пойдем с вами спутниками заниматься. Я же видел где-то карту или нет? О, еще записка. Report from example. Сообщите из образца. Имя спутника, хэш-код. Ага. Браво. Янки, Виски, Виктор. У нас всего четыре под нашей ответственностью. Всего четыре спутника. Окей, давайте возьмем с собой. Ладно, пойдемте к спутнику номер один. Наверное, он в эту сторону будет. Тут серверов просто огромное множество. Я что, должен ко всем подходить? Эко. Фокстрот. Гольф. Оскар. Ууу. Здесь спутников гораздо больше, чем я думал. А, пугайте, я же чемодан не выгрузил. Рассвет. Фух, это хорошо. Нас не будет пугать сейчас, по крайней мере, точно. Но нам явно не здесь нужно разгружаться. Наверняка тут есть... Ааа, боже мой. Что? Записка. Улыбочку нам послали. Надо какое-то убрать. И вот это жуть какая-то. Зачем? Стой здесь. Опа, бургер. Собрать. Все, собрал. Какой срач повсюду. Я не могу к этому привыкнуть, это ужасно. Я верю. Ууу, мне нравится. Они стерли want to. Хочу верить, я просто верю. Потому что вариантов других у нас и нет. Открываем. Открывайся. Нет ничего. Но мы могли бы сюда наверняка сложить все наши бургеры. Вот так вот складываем бургер один. Ой. А, тут есть кнопка C, которая заставляет нас превращаться просто в ragdoll. Хорошо. Вот наш чемодан. Кстати, мы можем его использовать. Итак, внутри есть сертификат, сухой паек, две штуки, батарейки, две штуки для фонаря нашего. Плюшевый какой-то ордфалтер. Не знаю, что это. Так, ширма. Загороди, пожалуйста, вот этих манекенов. Они мне неприятны. И весь этот срач. Ну вот. Комната, кажется, уже гораздо чище. Еще раз. Опа, дождь пошел. Кстати, был уже рассвет. Почему все еще темно? Мы взяли наш ежедневник, нашу записку. И теперь давайте пойдем к спутникам. Ну, давайте сразу пойдем к спутникам вот впереди, которые находятся. Возможно, мы не видим светлое небо из-за того, что сейчас тучи. Дождь идет. Итак, вот первый спутник. Здесь слишком много. Неужели вы хотите, чтобы я всеми этими спутниками занимался? Ну, заходим внутрь. Вот он. Итак, надо написать sv.hash. И что? А, может, надо sv.hash1234567. Все, я понял. Мне сначала нужно, наверное, узнать имя этого спутника. sv.ping пишем. И что-то он начинает какую-то хрень делать. Итак, все сервера завершены. Пинг завершен. sv.target. Сервер не найден. Все же, я не понял. Они что-то от меня хотят, но... Понятия не имею чего. Хорошо, мог быть, его зовут ЭКО. Им нужно написать sv.hash. ЭКО. Не могу обеспечить доступ к этому спутнику. SD. Кал. И дальше имя. ЭКО. Так, я явно делаю не то, что нужно. По-моему, сервера в порядке. И спутники в порядке. Но я так сказал. Я же профессионал. Значит, я точно знаю, что они в порядке. Да я сразу вижу это. Ну, смотри, какой большой. Вверх направлен, умница. Нам бы лучше сделать то, чем у нас учили на туториале. А именно, ловить сигналы. И уже пора бы пожрать. Скорее всего, этот эпизод будет настолько нелепым. Я буду только понимать, что вообще нужно делать. Туториала явно недостаточно. Итак, заходим. У-у-у, телескоп. Что? Мы видим звездное небо в телескоп? Как? Что за прикол? Ну ладно. Мы видим. Допустим. Куда ты крутишься? Это звезды крутятся вокруг нас или мы телескоп вращаем? Опа! Это что, Марс? У-у-у, какая звезда большая. Видимо, все, посмотрели. Ладно, давайте заниматься поиском сигналов. У-у-у. Итак. У-у-у. Стоп, я вижу. Пингуем. Спутники вращаются. Видите, они вращаются реально. Э-э-э, давайте искать. Итак, нам нужно увеличить вращание. Вот так. Ждем, пока выходные данные будут до 100%. 100% нам нужно. Вот здесь мы видим 1,2%. Пошло, пошло. Нужно будет вовремя остановить. Иконочка. Давайте. Аккуратненько. Оп. Дес 9,6. Блин, смотрите, они все направлены в одну точку. Когда представляешь, что что-то там, где-то вдалеке, во тьме, в статте, издает какой-то сигнал. Я ничего, кроме ужаса, не могу испытывать. Ну, ладно, сейчас не ужас, сейчас просто тревога здесь какая-то. Может быть, мы должны вставить картридж? Картридж сюда вставляется. Может быть, надо изменить поля... А, давайте изменим полярность. Вот. Все, ты попался. 100% везде. Все равно не работает. А, погодите, нам нужно ждать, пока он загрузится. Ой, скорость, конечно, отвратительная. Но мы будем ждать. Пока пойдем покушаем. Кстати, тут есть какая-то еще дверь. Видите пароль? Раз, раз, раз. Все. Опа, вот это подарок. Спасибо за этот прекрасный подарок, игра. Будем с вами кататься. Есть записка. Кладите коробку с дисками вот на эту точку, чтобы дрон смог их поднять. Вот сюда нужно класть. На палет. Откуда дрон их будет забирать? А-а-а. Тут же крыши нет. Так, да, мы хотели кушать. Пойдемте кушать. Так, покушаем мы, конечно же, бургеры. Эх. Ням, 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 ням. Так, на 65 мы восстановили. О, посрали выносливость, подняли. Ну, че там? 69. Эффективность? 5 байт в секунду? Я не понимаю, что это значит. Как нам поднять эффективность? А вот эти сервера, их нужно будет перезагружать, если вдруг что-то случится с ними. Но все работают исправно, кроме вот этих двух, по-моему. А-а-а, и здесь нужно решать математические задачи, чтобы все было хорошо. Итак, 1 плюс 7 будет 8. Это тоже я уже в туториале посмотрел. А-а-а, значит, плюс 7 будет 7. Будет 5. 6. 2 минус 6 будет 4. Короче, нельзя минусовые значения впихивать. Даже если будет больше 10, то надо просто последнюю цифру ставить. Убирай единицу. 7 минус 3 будет 4. 5 плюс 4 будет 9. 1 минус 4 будет 3. Все. Мы решили. 7. 2. 1. 3. 3. 10. 7 плюс 8. 15. И тройка. Ей! Вот! Теперь все сервера работают. Может быть, теперь стало лучше качаться? Нет, не стало. Но, тем не менее, сигнал готов на 100%. Вот он. Сохранить сигнал. Объем. А, там и громко сигналы. И теперь давайте проиграем. Текстовые данные не обнаружены. Вы представляете? Где-то там, далеко в космосе, вот такой звук. Сохранить сигнал. Все, мы его импортировали. Он на диске. И теперь мы должны его дешифровать, видимо. Ай! Аккуратнее. Вот. Обработать. Уничтожить. Нет. Давайте обработаем. Э? А, сигнал импортировать. Обрабатывать. Еще раз. На диске есть 1 мегабайт какого-то говеного сигнала. Никому не нужно. Мы должны его... Вот. Он здесь. И он не обрабатывается. Может, он галимый какой-то сигнал, а никому не нужный? А, давайте сделаем вот так. Ой-ой-ой-ой-ой. Не так. Мы должны импортировать вот сюда сигнал. Пусть сами его там декодируют. Мне наплевать. Ой-ой-ой, простите. Я не поспал просто. А. Дрон? Он потом прилетит. Ладно, давайте пойдем погуляем с вами. Ведь день такой прекрасный. Пойдемте к виске сходим. Знаете, что меня уже подкупает в этой игре? То, что она требует, чтобы мы ее заслужили. Она не закидывает нас сразу скримерами или какими-то очевидными страшными вещами. Она такая, вот, убирай свою хату от мусора. Пытайся кнопки клацать и иди к спутникам и хрест знает, что там добьешься. Если мы пройдем через эти невзгоды, мы сможем... А, Джулиет. Мы пришли к Джулиет. Мы сможем оценить эту игру по достоинству и увидеть все ее прелести. Я готов увидеть все прелести Джулиет. Джулиет. И в порядке? Смотрите. Все данные, что мы вводили до этого, они все также здесь собраны. Давайте попробуем все спутники откалибровать сразу. Кау. Ау. Смотрите, Сьерра у нас не отвечает. Это... Это плохо? Нужно пойти к серверу Сьерра. Это сто пудов. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я не знал, что здесь... Я не знал, что здесь есть фолл дэмэдж. Вставай, чувак, все в порядке. Интересно, насколько здесь огромная карта. У-у-у-у. Достаточно большая. Я так понимаю, вот это виски. И здесь... Да жопы много тарелок. Забирайся. А? Ты кто? Янки. Да пошел ты, Янки. Это не то, что мне нужно. Никаких указателей нет. Есть только указатели на базу. Майк. Майк нам не подходит. Лима. Ладно, у меня полно времени, друзья. Я буду ходить искать Сьерру. Среди тысяч-тысяч тарелок. Ныряй. Уп. Ох, как красиво выпрыгнул, как дельфинчик. Вот так вот, друзья. Я буду сам с ума сходить постепенно в этой игре. Потому что я одинок здесь. Больше никого нет, кроме меня. Это тарелка Индия. Там еще выше есть одна. Зачем их называют тарелками? Это ведь антенны. Ну, у них есть тарелки. Отель. Гольф. Так, я начинаю потихонечку беситься. Папа. Давайте поднимемся на папу. Посмотрим, какие у нас еще есть спутниковые антенны здесь. Вон одна. И, кажется, все. Сейчас пойдем туда. Давайте. Быстренько запингуем всех. Откалибруем. Страшные звуки. Сейчас посмотрим. Тут та же информация мне будет выдаваться. Подождите. Пингую сервер ЭКО. Не отвечает. Давайте попробуем. SD call ЭКО. Откалибруем. Не отвечает. Ну-ка. А-Т-Р. Чек. Активно, 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 активно. Что-то случилось с ЭКО? Бургер. Я как раз хочу жрать. Что? Что происходит? Что это было? Что с бургерами? Почему они не появляются? Они все исчезли. Воу. Что это? Я понял. Ой. Я подпрыгнул внезапно. Я просто решил пристать. Это галлюцинация, потому что... Потому что у меня уже мало еды. Я не спал. Я слишком устал. Вот так внезапно. Нам нужно срочно вернуться домой. Я еду с собой не взял. Это будет очень тяжелая дорожка, видимо. Итак, после 15, видимо, когда меньше 15 стамины, я начинаю переставать бежать. То же самое с едой. Она начинает вызывать у меня какие-то неприятные визуальные галлюцинации. И уже ночь. Я не хочу в ночь быть в таком состоянии. Бу-го! Приятно. Вставай, иди. Это вкуснейший бургер. Нет, бургером, по-моему, все съели. Значит, тебя не ждет. Тебя ждет сухой паек, точно. Я правильно понял, что эта игра типа просто выживалка? Вот так жутко сейчас неприятно. Я сказал, я не хочу быть здесь в таком состоянии. Блин! Да что я так встреваюсь? Это все просто мои галлюцинации. Я устал. Я устал, я же приду домой, и все будет хорошо. База. А-а-а-а! Ладно, скатимся, скатимся со склона, нет? Не скатимся. Вставай, мужик. Ты не дойдешь. Вот она здесь уже. Немножко осталось. Сейчас поедим. Сейчас поспим. Короче, эта игра, видимо, выживалка в первую очередь. Где я должен просто позаботиться о себе в первую очередь. А не о каких-то там сигналах из космоса. Ладно, я еще один раз упаду. Да, я так и знал, я упал. Все, никаких пришельцев нету. Есть только плохое питание и нарушенный сон. А-а-а! Ввалился просто в свою комнату. It's ok, it's ok, it's ok, it's ok. Итак. Да. Что? Сухой паек? Это все? Это так он меня восстанавливает? Я умру! Я не хочу это... Я не хочу это есть! Говорит мой персонаж. А-а-а, да, на туториале говорили, что нам нужно следить за рационом. Он должен быть разнообразным. Должна быть... Муа! Просто изысканная кухня. Сбалансированная еще вдобавок. Главное, что мы спим. Восстанавливаемся. Сейчас все эти падения, упадки сил прекратятся. Надеюсь, мы проспим всю ночь. Все, подъем. Сейчас. Я не знаю, нам все равно... Что это? Что? Гриб. Поднять гриб. Можешь как-то его исследовать? Слушайте, ну я человек простой. Я вижу гриб, я кушаю. Да, по краям только что экрана были красные пятна. Возможно, это не очень хорошо. Что за звуки? Микроволновка. Дрон! Дрон! Эй, здорово, дрон! Вот тебе я, сигнал из космоса. Самый отдаленный сигнал. Спасибо. Итак, что он здесь есть? Сухой паелк и диск. Благодарю. Теперь мне надо этого как-то убрать отсюда. Все, я пошел. Фух, я испугался, что это какой-нибудь... Это еще тарелка? У этих ящиков есть что-то? Невозможно открыть. Невозможно открыть. Надо будет их чем-то разломать. Ладно, у нас есть еще один диск. Это прикольно. Что? Камни записка. Инструменты, чтобы ломать ящики. С помощью камней? Погодите. Я понял. Кажется, это работает. Как первобытный человек будем ломать ящик? Что это? Что это? Ладно, походу, с физикой просто проблемы. А может быть... Да, да, эта хрень пляшет, а не пошла отсюда. Слушайте, здесь каждый звук, который даже я издаю, мне вызывает неприятно ощущение. Давайте держать его. А, вот. Я просто кидал. Надо было бить. Просто представляю, как со стороны это все выглядит. Это больной человек ночью на какой-то заброшенной базе. Бургер! Кричит бургер и пьет камнем по ящикам. И он же не разбивается, тварь такая. А, вот карта. Да? Или что это дерьмо какое? Но, возможно, вот этот 100 пудов виски, это отель. А значит, Сиерра вот здесь находится. Нам нужно будет на нее сходить обязательно. Идем в Сиерру. Так, понимаете, где-то вот там. Интересно, кто-то думал себе дрона ночью мне отправлять? И правильно ли его с утра отправить? Я же сплю. Дельта. Дельта. Ладно, вот еще рядом здесь одна. Чарли. Погодите, а нам вообще не сюда, по-моему. Вон, видите, там далеко лампочки. Возможно, там самую дальнюю. По-моему, С как раз таки была далеко. Вот так вот по лицу бегает страшный непонятный человек с камнем в руках. Ну, пожалуйста. Танго. Что за говно? Здесь больше никакой тарелки нету рядом. Ладно, зайдем сюда, посмотрим, что тут у нас происходит. СД, калибровка всех. Посмотрим, какой тут отвечает. Эко. У всех проблемы с эко теперь. Ой, нет, 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 прыгнул. Эко, мы пришли к эко. Пойдемте, посмотрим, что там с ним. А, у тебя сервак запоролся. Ублюдыш ты. Давайте математикой займемся. Четыре, 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 шесть, два, три, два, два. Теперь мы можем попробовать еще раз откалибровать. Юниформ. Теперь с юниформом проблемы. Я уже понятия не имею, куда я иду. Так далеко я не заходил еще. Папа. А, нет, я был здесь уже. Вон, еще дальше. Слышите? Почему здесь гул какой-то? Виктор. Почему здесь начался гул? Музыка, эмбиенс. Потому что солнце вышло. Что это? Что это? Да какой, Господи, что это, что это, что это? Я упал в голодный обморок? О, нет. Как не вовремя. Да перестаньте. Перестаньте звуки. Они реально подмешивают слуховые галлюцинации. Ууууу. Вот это что такое? Огромный трансформатор. С ним, кажется, все в порядке. Хорошо. Это равно. Только со мной не все в порядке. Ладно, давайте попробуем сегодня напоследок запинговать еще какой-нибудь сигнал новый. Окей. Ждем, видимо, 20 секунд, когда мы снова сможем сделать пинг. Что это было? О, боже мой. Я испытал сейчас нечто страшнее скримеров. Нам нужно к тому трансформатору идти. А что вы от меня хотите? Что я должен сделать? Побить по нему, может быть? Этому меня не учили. Вот, забираемся наверх. Давай. Выше. Выше. Вот, не убьет. Все будет хорошо. Как нам починить тебя? Электричество вот здесь. Проблема. Видите, тут замыкание. Прямо мне в рожу идет. Простите, я не знаю, что мне делать. Ладно, пойдемте вдоль провода. Провод ведет нас куда-то туда. Блин, круто, что игра не объясняет такие вещи заранее. Она хочет, чтобы это все было сюрпризом. И ты должен сам додуматься. Это здесь? Это произошло здесь? Здесь. А-а-а-а. Окей. Вот мы запустили его. Теперь все должно включиться снова. Там просто все в дерьми. Ну вы посмотрите на это. Какое это все состояние? Все-таки я очень хочу открыть ящик. Там могут быть полезные припасы. О, вот и мы точно сломаем. Есть! О, няма! Хорош. Здесь ничего нет. Ладно, давайте разобьем еще этот. О, там видите, сколько сухих пайков лежит? Три штуки. И еще один диск. И еще сухие пайки. И что это такое? А, это просто мусор. Все, уходим отсюда. Здесь жутка. Но с молотком мы непобедимы. Теперь давайте пойдем все-таки поймаем сигнал. Во-первых, я только что заметил, что у нас ничего не работает здесь. У-у-у, как хренов это. 7, 8, 16, что это? 11, 29, 11, 30. Может быть, это время отсчитывают. Опа, смотрите! Что мы можем улучшать? За что? 18? А теперь мы не можем. Вот один. Размер фильтра. 14. Отмена улучшения! А-а-а-а! Я всрал. Я всрал свои очки. А, это 11,16. Сколько левелов мы можем поднять? Вот очки, которые требуются. Не то, что я хотел. Хорошо, размер фильтра, стабильность сервера. Но мы можем скорость пинга. Все, мы подняли скорость пинга. Два улучшения просто отменил. Идиот! Вот, я понял. Все, мы все врубили, наконец-то. Итак, сигнал. Мы хотели сигнал поймать напоследок. Вон там целая куча их. Вот я вижу, я вижу его. Пингуем. Удачно. Фиксировать все это дело. Не то. Надо изменить полярность. Итак, пошел процент. Ладно, 98. Допустим. И частотный фильтр мы настраиваем на... Воу, 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 воу. Видели это? Почти. Мы почти настроились. Ладно, пусть будет так. А что-то меня мутят. Вы видите? Камера плывет. А, я понял. Я же должен поспать. Поспать. Опять я проснулся посреди ночи. А что с моим фонариком? Использовать. Не работает. Я не понял, почему у меня фонарик перестал работать. Я же не знаю, как свет включить. Я знаю, как свет включить. Все в порядке. Сигнал скачался? Скачался на максимум. Так, сохрани сигнал. Вот он. Вот он. Давайте проиграем его. Какая-то дичь. Я же не хочу смотреть в окно. Я уверен, что это не просто так здесь окно. Однажды мы здесь что-то страшное да увидим. Ладно, ставим диск. Импортируем. Или экспортируем. Экспортируем. Импортируем. Вот. Обработать. Сосать. Тогда экспортируем обратно. Идем, складываем. Что это у меня? Сухой паек кинул. Давайте пожрем. Есть еще один диск. Ладно, давайте еще один найдем. Вот он. Что такое? Я даже думать не хочу. Что это? Что это? Что это было? Thing failed. Слабый сигнал. Очень странно меня сейчас сплющило. Это игра предусмотрена? Или баг случился какой-то? Вот сигнал. Фиксируем цель. Enter. Этот объект не подходит нам. Я хочу, чтобы три диска мы положили. Посмотрим, что будет из этого. Ладно, пойдемте вот сюда наверх. Оп. Что-то я просрал его где-то. Вот он, давай. Литающая тарелка. Отлично. Меняем полярность. Смотрим. Продолжаем менять полярность. Мерцает свет. Мне это не нравится. Окей, 99,6 нормально будет. И частотный фильтр на 95. 99,6. Вполне себе, вполне себе. Скачиваем. О, что такая скорость, уродская? Загружено 3%. Сколько я ждать-то буду? Мне кажется ли, я вижу какую-то планету? Типа Луна. До Плутона. Можно мы до Плутона дозвонили. Ну давайте, что ли, просто кромсать эти ящики. Что? Пусто? Пусто. Погодите. В одном из ящиков я нашел черепость. Фу, таракан. Задавить нахрен. Не знаю, что мне поможет. Молоток. Где ты? Говно. Есть, убил. Я наобум это сделал, но я реально могу убить таракана здесь. И скушать. Ну, вы хотели разнообразный рацион. Погодите, а это что такое? Я что-то нашел. Лестницы. О, еще и молния. Дождь. Как-то это не очень хорошо. Я чувствую, что это плохое сейчас произойдет. Спускаемся. О, что это использовать? Я не знаю, как это использовать. Просто куча манекенов. Еще три ящика. Ну, давайте разобьем. О, нет, мне не нравится это. Я вижу там замурованная стена. Тихо, тихо. Без страшно. Перестань. Тук-тук. Смотрите. Использую. День второй. Ничего необычного. Нашел две планеты. Скушал. Сухой паек, видимо. Сдремнул. Купил себе кактус, чтобы проводить время вместе с ним. Я назвал его Винни. И он сидит у меня на столе. Ну, как бы, стоит на столе. Это не так плохо, как я думал. Немножко одиноко, но окей. День шестой. Стоп. Тут 26 страниц. Мы будем читать по чуть-чуть каждый выпуск, если хотите. Мне вот интересно вот это. Пробьем ли мы эту стенку кирпичную? Окей, она не пробивается. Знаете, мне не очень комфортно, что в моей спальне есть лестница, ведущая в какой-то огромный глубокий бункер. Отсюда кажется, что он маленький, но вот эта замурованная дверь явно ведет в какую-то жесть. И нам нужно будет найти способ каким-то образом ее взломать. О, мы всю ночь здесь проторчали внизу. Что по сигналу? 22%! Почему входные данные 81? Вот, я откалибровал. Да, стало лучше, явно лучше стало. Что же это получается, друзья? У нас с вами в спальне есть таинственный бункер с замурованной дверью, которую мы пока не знаем, как открыть. У нас есть сигнал, который качается очень долго. У нас есть легкое безумие, которое потихонечку прорастает у меня в голове. Но самое главное, у нас есть мы с вами. И если вам зашла эта игра, мне это уж точно зашла, я бы с удовольствием поиграл бы в нее еще. Пишите об этом в комментариях, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Увидимся с вами в следующем выпуске. Надеюсь, с этой игры мы попробуем раскрыть больше тайн этого загадочного мира Voices of Voice. С вами был Юджин и СЕМ ПЯТЬ!